Какие-то хлопцы нашли, я думаю, ну все, бипец. На следующее утро, потом день, а потом опять. У нас народные волны, они непредсказуемые. Самое главное, дать людям четко понять, что первое, наши вымоги будут лишь решучими, потому что наше средовище уменьшилось до действенных людей, до людей в действии. Потому что все разговоры о том, как будем договориться с Порошенко, и идти ему о чем-то просить, у меня вызывают приступы тошноты. У кого просить? У автора двух котлов, у человека, который разворовал Украину, причем это сделал не с посадой президента, а все эти годы до этого. Тут кричат, что Порошенко бизнесмен. Какой он черт, что бизнесмен? Он всегда был депутатом, он всегда был министром, руководителем РНПО, он всегда был президентом. А что делать только с Порошенко? А, Ваков, что лучше? Ах, нет, а, прочее, прочее. Для того, чтобы нам реально произвести революционные перемены в стране, а я говорил, те основные действия, чтобы прикатить беспредел, чтобы беспредельщики ответили за все, и третье, новые правила и нормальные законы, а это нужно чистить власть. Нам нужна поддержка людей. Так вот, нам нужно начать показывать людям действия бескомпромизные. И наши ряды достаточно быстро будут расти. Нужно раскачать все это дело. Но раскачивать так, чтобы правильно, как я говорил, Георг, этим не воспользовался один товарищ с севера Ямая на Увазе Путина. Потому что, да, он придет защищать Порошенко, но ему еще лучше не иметь вассального кита на Порошенко, а устроить тут кровавую баню и посадить вообще комбинатора своему. Поэтому, когда я еще раз повторяю, я вижу, как ставят машины на бросок какой-нибудь там, когда человек может просто что-то бросить, бутылку, например, когда ставят вот так нас гвардейцев, которых можно просто в суточках случайно туда припечатать. Я понимаю, что это думают люди явно из нашей страны. Поэтому ситуация сложная, но уже простая. Массы людей с нами нет. Имеется в виду, которые создавали только по сцене, какие-то позывы непонятные. Поэтому военный лагерь, меньшие людей для охраны, решительные действия, создание организации, с которой начнем вызвать Акраину. А те люди, которые обрадываются вокруг и думают, а что-то нас маловато, вспомните 11 декабря, да? Когда у меня, честно говоря, упало все. Это маятник общественных настроений. В 14-м он вот так вот стоял. Сейчас он наоборот упал. Почему? Да потому, что нету действий. Люди разуверились, им голову по телевизору запудрили. И уже нищими люди стали еще больше, чем в 14-м году. Потому что поэтому они не пытаются, многие, бороться оттуда. Где же найти деньги на олигарства, где-то на это, где накормить и прочее. Я абсолютно уверен, что как только будут нормальные, решительные действия, люди увидят, что можно верить хоть кому-то. А если не верить таким же, как они, сами себе, то кому верят? Все резко очень изменится. Через где-то полчаса предупредят старший круг подойти на нараду. Мы проведем эту нараду. Дальше по нашему плану будем действовать. Те, которые послушают, послушают и уедут домой, подумают, нет, я не того желал, я желал там ламина, сапля, броситься на машину национальной гвардии. Дома охладеет, подумает, посмотрит вокруг, посмотрит, что делает мы и вернемся назад. Но лучше бы такие люди не уезжали. Потому что чем меньше нас останется, тем больше будет у тех, кто вон там, вот сейчас возле выходной рады, в рядах. Желание нас уничтожить. В округе нас примерно в 10 раз меньше, чем полицейских и нас, гвардейцев. Они свезли всех почти с Украины. И именно поэтому очень важно, что параллельно с нашими действиями, значит, люди по регионам подтягиваются. Вот на Волыни хлопцы, они уже приехали сюда. Зашли в Раду, взяли за шкирку губернатора. Те сказали, а мы поддерживаем вимоги митергорующих. Мы против беспредела. А теперь представьте, что таких областей будет 5. Раскачаем. Главное, чтобы вы понимали. Особенно ветераны войны за независимых. Особенно майдановцы. Если мы это болото сейчас не осушим, не позднее, чем через 2 года к вам прижим. Либо амнистированные сепары с той стороны, либо просто-напросто додавят вот эти. Потому что власть наша, к сожалению, она построена на том, чтобы пробовать вокруг поля недовольных. Она пока боится. Видите? Взяли, отпустили. Начали под судом там в 16-м году за Айдар качать. Отпустили. Как только, ну, видишь, что все посадиктались, начнется... Сами понимаете. Поэтому даже те люди, которые устали, просто вспомните и послушайте свой голос разума и инстинкт самосохранения. Нахер потом из Польши, зарубить чаток, думать, вот шо ж я не пришел. Все будет добре. Сегодня начнем наши новые действия. С нами куда вот остается, ну, мы разум, мы, как понимаешь, с рухом новых сил. А сейчас, наверное, что? Продолжаем пить по бочку? Потому что это хорошее настроение. Это ритм. Смотри, мы идем вместе. В общем, друзья, мы разум, все добрые, но все будет в плану Роба Мазара. Слава Украине! Героям слава! Все предложения, все пропозиции, шо из-за муты...